Пастор Алексей, нужно ли просить прощения за каждый грех? Ведь нам уже вменена праведность Христа. Спасибо за этот вопрос. Очень важный и очень практичный вопрос, который касается жизни многих и многих людей. Для ответа на него я хочу пригласить вас в первое послание Иоанна. И здесь мы видим несколько ключевых принципов, которые проясняют нам всю эту ситуацию. Но прежде всего, мы действительно спасены праведностью Иисуса Христа. Человек не может получить спасение никаким другим путем, кроме как принять совершенную, абсолютную, стопроцентную праведность, которая была дана нам на Голговском кресте и которая вменяется каждому человеку по вере. Что значит вменяется? Это значит праведность Христова, абсолютная, стопроцентная. Она становится нашей. Бог засчитывает ее нам на наш счет. Он засчитал наш грех на счет Иисуса Христа, и Христос умер за наш грех. А нам дал вот нашу незаработанную нами стопроцентную праведность. И только по этой причине мы будем спасены. Мы только по этой причине спасаемся. Других причин невозможно просто найти. Так вот, говоря об этом, нужно отметить одну очень важную деталь. Дело в том, что вот этот обмен происходит только в одном случае, только при рождении свыше. Вот почему Иисус говорит в своей беседе с Никодимом, он говорит, никто не увидит Царство Божие, невозможно увидеть Царство Божие, не родившись свыше. То есть происходит обмен внутри, когда происходит обмен праведности, когда мы получаем обвиненную праведность, внутри появляется новая природа, новый человек. Только тогда это действует. А новый человек характеризуется тем, что он ненавидит грех. Он не может сосуществовать с грехом. Он может согрешить, живя в ветхой природе. Он может согрешать. Он сталкивается часто с ситуацией, в которой он видит свою неспособность побеждать грех. Но она его всегда гнетет. Так вот, первое послание Иоанна в третьей главе написано, во-первых, в девятом стихе, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, или, точнее, не пребывает во грехе, потому что семя Божие живет в нем». Это, во-первых, первое, что мы видим здесь. Но есть еще одно утверждение, которое мы видим в этой же главе. Во втором стихе мы сочетаем следующее. «Возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, зная только что, когда откроется. Будем подобны Ему, потому что мы увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». То есть у каждого рожденного свыше человека есть постоянное желание освобождаться от греха. Каждый раз, когда мы обнаруживаем в себе тот или иной грех, мы стараемся освободиться от него. Почему мы стараемся освободиться? Потому что Христос, которого мы полюбили в момент рождения свыше, Он чист. Потому что Христу этот грех не свойственен. Потому что Христос в Его красоте показывает нам совершенно другой путь, совершенно другой стандарт, совершенно другую жизнь. И именно по этой причине сердце каждого рожденного свыше движимо желанием к тому, чтобы искать освобождение. И есть еще один текст, или даже группа стихов, которые мы видим в первой главе этого же послания. Здесь сказано следующее. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Здесь сказано о том, что главным условием, или одним из основных условий жизни, спасенного Богом человека, это хождение во свете. То есть стремление к тому, чтобы свою жизнь представлять Божьему свету, свету, который приходит из Писания, из нашего общения друг с другом, свету, который вскрывает то, кто мы есть. Более того, если человек говорит, что он не имеет греха, то есть он отказывается от такой жизни, он просто обманывает самого себя, в нем есть постоянно необходимость, чтобы просвещался его человек. И вот дальше в 9 стихе сказано, что тогда, когда мы вскрываем что-то в себе, или слово вскрывает нам, и когда мы, естественно, понимаем, что мы грешны, то мы тогда, признав свою греховность, имеем ясную гарантию, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. В этом и заключается практический путь освящения, то есть путь реального уподобления Иисусу Христу в практике нашей жизни. Благослови вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok